Друзья, привет! Герой сегодняшнего интервью и тренировки, легендарный российский спортсмен Дмитрий Клоков. Дмитрий, безусловно, килограмм на килограмм является одним из самых сильных людей на нашей планете. Он серебряный призер Олимпийских игр 2008 года, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион России по тяжелой атлетике. На собственной практике могу сказать, что воочию я никогда не видел никого сильнее, чем Дмитрий Клоков. Предстоящее интервью будет вам полезным, даже если вы не занимаетесь тяжелой атлетикой и пока не планируете это делать. Технические моменты, о которых говорит Дмитрий. Упражнения специфические для тяжелой атлетики, которые он выполняет, могут научить многому всех людей, которые занимаются поднятием тяжестей, будь то бодибилдинг, будь то силовое трейборье. В любом случае, если вы занимаетесь в тренажерном зале, вам будет чему поучиться. И уж точно зарядитесь мотивацией. Так что поехали! Дмитрий Клоков Дмитрий Клоков Люди попробовали. И они поняли, что именно только в этих упражнениях они действительно получают драйв, они борются с собой здесь, они испытывают свое тело, они видят, как тело их меняется от штанги. Понимаешь? Не от турника, не от гребли, не от гантелей, а именно от штанги. Но самое важное это эмоционально. Я уверен, что я вот когда общаюсь, я тренировал больше трех с половиной тысяч людей за этот год, и все их всегда спрашивают, что у нас в штанге. Они говорят, мы получаем отсюда заряд энергии, мы боремся с весом, мы боремся со штангой, со снарядом. Для нас рывок классический и толщок классический, это уже как экзамен. Ну да. Это экзамен, в котором мы проверяем, что у нас отстает. Если у нас в рывке вот это движение, это неправильное движение, но у нас задница идет раньше очень быстро, это значит, что у нас отстают эти мышцы передние, квадрицы. Вот как. Соответственно, ты не можешь это изменить, просто делая рывок или взять на рывок. Ты должен это делать в тягах определенных, и ты это делаешь, исправляешь эту проблему приседания. Начнем мы с упражнения, обычно жимы заговоревковым хватом, плюс я немножко с уважнением, я буду делать комбинацию. Два жимы заговоревковым хватом стоя, два соцспресса, я думаю, ты знаешь, соцспресса из седа тоже на два раза. Когда мы жмем из стойки, что мы качаем? Плечи, только плечи. Когда мы делаем из седа, то мы тренируем все эти мышцы. Есть трапеция, да, и поясница явно. А это как раз таки то, что нам нужно при приеме в рывке, при взятии на грудь, при подседе, в толчке. Ноги вот в этой позиции, в соцспрессе, должны быть немножко шире, чем в обычном в рывке. А, в рывке. Чуть-чуть пошире. Последние лет, наверное, шесть-семь я тренируюсь каждый день до максимума. До максимума на сегодняшний день. До комфортного максимума. Вот сегодня я, например, возьму, я надеюсь, возьму на 110. Так. И сегодня это 110. А завтра я и 90. Сам понимаете, да, она через там три дня, я могу там 120. Но это все равно каждый день по максимуму. Вес у тебя сейчас какой? 109. 109. Рост? 183. 183. Лучший вес, к слову, 122. Да, черт. Процент жира ты мерил когда-нибудь? Знаешь, мерили мне здесь как раз таки в Гераклеоне. Просто Гераклеон мерили, ребята, но я не помню. И... В основном, чего не хватает людям, которые, в принципе, ну, занимались тяжестью, поднятием тяжести, но не штангами. Гибкость и скорость. Абсолютно. То, чем как раз таки штангисты и славятся, да. Потому что для нас важно взрывная сила и гибкость. То есть мы говорим о профессиональном спорте. Конечно, забыть-то надо о здоровье. Потому что это война за медали. Понятно. Война за гимн, немножко другая цель, задача, да. Вот. Если мы говорим про здоровье, тогда, конечно, с умом. Все зависит от тренера. Потому что спортом тебе может и психику убить, и здоровье тебе убить. Поэтому очень важен выбор тренера. Мне повезло, что я попал в тренеру, который тренировал моего отца. И меня ввели с самого начала профессионально. То есть я был в надежных руках. А для профессионалов, знаете, те, которые уже действительно что-то более-менее добились, немножко другой уровень, да. Я бы посоветовал спустя 20 лет тренировок слушать свое тело. Слушать себя. Потому что иногда... Но тело заставит себя слушать. По-любому. Когда тебя прет, когда тебя прет, когда ты молодой, когда тебя прет, все, ты там болит, а ладно, пацаны смотрят, понимаешь, что ты прешь, и все, и ты усуглубляешь эту травму. Нормально. Для сегодняшнего состояния супер. Вообще мой лучший, чтобы люди ориентируются на 125. То есть человек, который влет 206, пусть на тренировке на 206, у него 125 лучше соцспресс. Чтобы понятно было. Это упражнение-то один стоя, один сидя. Только вот это зачет. То есть один плюс один. Нет, не то что зачет, это комбинация. То есть можно делать пять соцспресс. Или пять, три, пять, два. Без разницы. Я просто люблю комбинацию, потому что... Здесь ты задействовываешь сразу весь каркас. Соцательно, да, это каркас. Ну да. Все, что надо в рывке. То есть ты здесь размял, чуть мышцы в тонус увел, и дальше ты уже засаживаешь на перво жертву. Смотри, сейчас в завершении этого упражнения я хочу главную ошибку показать, да? Да, главную ошибку. Сколько она нужна? Иногда до 50 фактов. А, бывает. Я тогда с ребятами начинаю общаться и говорю, ребята, вот это упражнение нам нужно для того, для того, для того. Они говорят, да мы его делаем. Я говорю, сколько ты его делаешь? 90. Я понимаю, что я с рывком 206, делаю 125, а он делает 90. Я спрашиваю, сколько у тебя лучше рывок? Он говорит, 120, условно. Я говорю, скажи-ка, ты его делаешь. Что он мне показывает? Смотри. И это же является главной ошибкой. И это почему он делает в 190? Еще раз. Встают, встают, врут и падают. То есть это выталкивает. Да, 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 да. То есть он стартует ногами. Понимаешь, здесь ваш сел, зафиксировался и не двигая таз, просто не выживает. Все. Понятно. Вот в этот момент вся нагрузка идет именно вот сюда. Да, да, да. Она тебя сдавливает здесь. Да. То, что надо. Вот для этого нужен соцспрос. Приседания на плечах. Делаем медленно. Садимся где-то секунд 12-15 вниз. Максимально медленно. Внизу делаем буквально остановку. И нормально встаем. Стая. Переходим, сразу берем на грудь и делаем обычные приседания на грудь. Для чего нам нужны медленные приседания? Очень большая ошибка в моем представлении для штанмистов. Когда вы снимаете ся, что со столет. И делаете просто падение вниз. Для чего люди, думаю, делают падение? Потому что они знают, что отдача помогает. Да. Окей. Может быть, это немножко плохо для здоровья. Но главное, что в этом упражнении, в этом стиле приседаний, вы тренируете ваши бедра. Но только на вставание. А для штанги важно не только это. Когда вы делаете рывок, взятие на грудь, толчок. То вам нужно поймать эту штангу здесь, встретить ее чуть выше. На груди встретить ее здесь. Встретить, поймать. В подседе ее зафиксировать жестко. И для этого нужны бедра, но на прием. Если вы никогда не тренировали эти мышцы на прием, то, конечно, после подрыва вы просто падаете вниз. И она вас ломает. Понимаешь? И когда вы приседаете медленно, то вы тренируете эти мышцы на удержание. Она вас давит, но вы с ней не буритесь. Как замкара. Вначале можно немножко побыстрее, потому что это не особо важно. А вот отсюда. Уже держим до конца. Держим, держим, держим ее. Держим как можно дольше. Держим, держим. Вот, что мы сейчас тренируем. Мы тренируем на прием. Да. На взятие на грудь. Правильно? Вот то, что нам нужно. Чуть не уменьшать. Сели. Поставили. Поставили. И это все скомбинируем. Раз плюс раз. Моя любимая комбинация. Поставили. На что я упираюсь? На удержание. На удержание. То есть, он тебя давит, а ты борешься с ним. То же самое будет происходить с тобой, когда ты пойдешь в руки или на грудь. Он тебя давит, а ты с ним борешься. Здесь ты это тренируешь. Если ты делаешь классическое упражнение, например, рывок или на грудь с максимальным весом, естественно, то ты куражишься. В момент куража ты забываешь обо всем. Поэтому тебе нужно сконцентрироваться, в принципе, на одной какой-то очень простой вещи и о ней думать. Но эта вещь, она должна тебе помочь. В моем представлении, в моем случае, например, когда я настаиваюсь на рывок, я думаю здесь о том, как можно жестче встретить ее здесь. Жестче. И немножко выше. Жестко-высоко, жестко-высоко. Вот у меня в голове моей, вот эта точка. Когда я думаю о том, чтобы встретить жестко и высоко, то мой организм, я не знаю, почему это получается, но это все пациент так. Мой организм в подрыве автоматически, естественно, вытаскивает штангу выше. Потому что у меня задача поймать выше. Понимаешь? А некоторые думают о том, чтобы в подрыве поднять ее выше. Да? И что в этот момент, когда вы концентрируетесь на том, чтобы поднять выше, вы используете вашу рыбу? Когда вы думаете о том, что вы используете руки, и соответственно, у вас руки напряжены, и штанга не летит, вы тормозите. Я тебя понял. Поэтому, когда ты думаешь о следующей фазе, которая тебе поможет в этом момент, ты распускаешь руки, она у тебя вылетает, и ты ее там уже высоко встречаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Непонятно откуда, и сразу в штангу. Видеоблогеры, видеоблогеры популярны, бодибилдинг там, то и все, штанга, с чего штанга, понимаешь, вот на все, а у тебя есть ответ-то на этот вопрос? Я искал что-то новое, но то, где есть штанга. Понятно. Видишь, программа, подпишись, надо уже на майках, я искал что-то новое, но то, где есть штанга. Подарим тебе штангу. Это футболка, добро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, после 15 в толчке, конечно, тяжело. Ну попробуй игрушечку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Герой здесь штанга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая моя любимая Комбинация в приседаниях Поддержим, Миша Естественно тяни, нормально Жестко Бои, бои, бои У меня 335 лучших тяга, 335 Представь, если я пойду сейчас опять на 335 Взял 335, потянул Я использую все свои мышцы, ноги, спину, руки И в последний момент я открываюсь Где у меня сейчас 335?